Добрый вечер, наши дорогие зрители и слушатели, и те, кто в прямом эфире с нами, и кто будет потом смотреть записи. Это видеопроект «Интересный понедельник». Меня зовут Ирина Славьёва, я психолог. Этот проект идёт чуть больше двух лет, и каждую неделю у меня в гостях прекрасные психологи, психотерапевты, представители смежных направлений из разных стран. Более чем из 20 разных стран прекрасные спикеры выступали. Но за всё это время ещё не был представлен процессуальный подход к терапии. Сегодня мы будем это восполнять и компенсировать. И у нас в гостях процессуальная терапевт, тренер, супервизор, преподаватель, ведущая в различных институтах, в институте консультирования системных решений и в других, Людмила Сербина. И мы будем говорить о том, как процессуальная терапия подходит к работе со сновидениями. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер. Рада видеть. Я также рада видеть взаимно всех присутствующих, всех, кому интересен этот проект, и кто готов знакомиться как с новыми подходами, так и с новым видением, которые есть в современной психологии, в современной психотерапии. Спасибо большое Ирине, что пригласила меня в этот проект. Рада буду рассказать и поделиться своим видением и видением процессуального подхода по работе со сновидением. Если кто-то не знаком с этим подходом, то можно обозначить, что этот подход появился в начале 60-х годов, и его родоначальником является Арнольд Мюнделл, который по первому образованию физик-теоретик. И вот из Америки он приехал в Швейцарию изучать квантовую физику. Но там познакомился с кружком юнгианских психоаналитиков, и эта тема его так сильно увлекла, что он получил образование юнгианского психоаналитика, и в какой-то момент он стал развивать концепцию бессознательного юнга. И основную свою задачу он видит в том, чтобы соединять физику и психологию. Вот такой неожиданный подход, где он соединил свое первое образование и второе, для того, чтобы это как-то проявилось в современной науке или в современном мире. И то, что для меня стало таким очень большим откровением, я сейчас вернусь уже к снам, это то, что в этом году лауреатами Нобелевской премии по физике были объявлены француз Ален Аспе и американец Джон Клоузер, и австриец Антон Цайлингер. И формулировка, которая это Нобелевского комитета, указано, что эти ученые отмечены за эксперименты со спутанными фотонами, которые продемонстрировали нарушение неравенства Билла и дали начало квантовой информатике. И вот Минделл, он в своих трудах, у него есть книги замечательные «Квантовый ум», «Процессуальный ум», и во многих разных книгах он как раз соединяет идеи физики и психологии. И то, что эти ученые в этом году получили Нобелевскую премию, это как раз за то, что они доказали, что многомерие физично. И только при измерении системы выбирается какое-то конкретное дно. То есть система пребывает в некое состоянии суперпозиции, и вот эта Нобелевская премия, она дана за доказательство суперпозиции системы. То есть то, что система может выбирать любую позицию, любое состояние в своем многомерии. И все параметры, которые существуют в системе, они присутствуют в ней до измерения. То есть нет никакого конкретного значения. И вот эта вот идея, и меня очень радует, что в этом году она получила подтверждение, с этой идеей Минделл, являясь физиком-теоретиком, он шел с ней долгие-долгие годы и выбирает то, что сейчас, как вот он говорит, это выбор мы осуществляем в прошлом. И те идеи, которые Минделл вносят в психологию процесса ворк, они актуальны сегодня для нашего времени. Понятие квантового ума и квантовая механика вошла в квантовую психологию. И это событие произошло недавно. И дальше Минделл, когда он говорит вообще о своем подходе, то изначально вот этот подход называется процесс ворк, но ранее у него была идея назвать этот подход дрем-боди, то есть тело сновидения. И как раз вот это вот тело сновидения и его идеи, они у него появлялись из идеи квантовой физики. И сновидение в процессуальном подходе, оно рассматривается как нечто большее. это не только ночное сновидение, не только ночные сны, которые мы видим ночью, но это и сновидение в целом. То есть это сновидение 24 часа. Это те сновидения, и то сновидение с большой буквы, которое сопровождает нас в течение всего времени, в течение всей жизни. И вот это большое глобальное сновидение, оно как раз и проявляется в ночных сновидениях, в наших отношениях, в наших телесных симптомах, в наших конфликтах. То есть сновидение – это не просто какой-то духовный или мистический фактор. То есть они представляют собой такое нечто эмпирическое, то, что мы переживаем по опыту. Вот. И сновидения в процессуальном подходе, они представляют собой вербализируемые некие такие утверждения относительно хранящегося в памяти, но обычно непреднамеренного опыта. Оно включает в себя образы ночного сна, снившегося прошедшей ночью, или какие-то ранние утренние воспоминания, которые у нас есть. И сновидения, они включают в себя страхи, мысли, которые мы проживаем в течение дня. И дальше, если мы говорим о процессуальном подходе, то можно говорить о том, что выделяются два уровня по работе со сновидениями. Когда мы встречаемся и начинаем работать со сновидениями, а сейчас я начинаю говорить, наверное, больше о работе с ночными сновидениями, это для нас более такие привычные форматы, то те сновидения, которые нам снятся ночью, работая с этим сном, проживая этим сном, то мы должны... Работа со сновидением должна нам помогать понимать сновидения с точки зрения наших повседневных «я». И следующий момент, эта работа со сновидением, она должна помогать нам переживать источник сновидений, то есть некую такую виртуальную реальность, которая на которой основывается повседневная жизнь. И это как раз понимать и находить доступ к сновидению с большой буквы, вот к самому источнику сновидения. И тогда, если мы начинаем работать со сновидением, ну, например, то все все персонажи, все события, которые происходят в сновидениях, все предметы из сновидения, все послания, которые мы получаем из сновидения, это это те послания, которые мы получаем из глобального огромного сновидения, которое таким образом нам передает и транслирует некие послания. По-другому можно сказать, что это те сновидения, которые мы можем получать из глубинного квантового ума, из такого сновидческого сущностного послания, который присутствует постоянно и с которым мы можем находить контакт через, и в том числе через наши ночные сновидения. и можно говорить о том, что мы, вот профессиональный подход, он считает, что мы не можем должным образом понимать сновидения без проживания их источника. И это если мы встречаемся с источником сновидения, у Минделла есть замечательная книга, она называется «Ученик-создатель сновидения», всем рекомендую ее прочитать, она переведена на русский язык, есть на английском языке, то там вы сможете намного лучше познакомиться с идеями, которые Минделл вложил в понятие работы со сновидениями. И когда мы живем ближе к источнику сновидений, то мы тогда можем ощущать и понимать, как возникает вот эта наша обыденная повседневная жизнь со всеми теми вещами, проблемами, симптомами, которые появляются из самого источника сновидения. И когда мы познаем сновидения, которые скрыты за обычной жизнью, то тогда проблемы, которые нас окружают и с которыми мы встречаемся, они не кажутся такими застывшими состояниями, а начинают переживаться нами как что-то волшебное, творческое, тогда мы начинаем получать некий больший ресурс, тогда мы знакомимся с собой, с таким, с которым мы себя не знаем. И мы можем встретиться с глубочайшими частями себя, и если мы проживаем источник сновидения как глубинную суть Вселенной, то это или же мы можем проживать сновидение как наш какой-то личностный или миф, который нас ведет и направляет в определенном направлении. И вот то, что я сейчас рассказала, вот то, с чем я сейчас с вами поделилась, процессуальный подход, он как раз позволяет по-новому взглянуть вот на парадигму работе со сновидением. И процессуальный подход, он не анализируется, ну может проанализировать, он не дает интерпретацию сну. Какое, например, значение для нас имеет тот или иной символ и как там что это что это значит, то есть что это за интерпретация этого символа. Работа со сновидением соотносится в основном на соотнесении с повседневной умом, с нашей реальности, с таким эмпирическим проживанием себя на различных уровнях или на различных слоях нашей действительности. И процессуальный подход он работает с тремя уровнями нашей реальности. Это консенсусная реальность, сновидческая и сущностная. Что это за реальности, что это за слои, на которых мы проживаем себя, проживаем свой опыт. Консенсусная реальность – это наша обыденная реальность, это где мы все с вами живем, это та реальность, где мы платим по счетам, это наш обычный обыденный мир, наполненный структурой, наполненный обязанностями, наполненный определенными вещами, которые есть в реальной такой конкретной действительности. А вот сновидческая реальность – это следующий уровень, это уровень некой такой снояви, некой такой непроявленности. Это где существует множество проживания его, оно действительно очень похоже на ночное сновидение. Это не локальная реальность, то есть мы не конкретные, каждый человек вот эту локальность проживает в своем каком-то конкретном персональном сновидческом мифе, слое для себя. То есть это необусловленная реальность. То есть если консенсусная реальность обусловленная, то мы там все договорились и обусловились, например, общаться на таком-то языке, значение слов для нас является абсолютно конкретным, то на сновидческом слое та локальность она может отличаться от какого-то другого видения. Когда мы оказываемся в сновидческой реальности, то это как множество параллельных миров, которые происходят. И вот, кстати, идея параллельных миров это тоже термин, который звучит у Минделла, когда мы можем проживать несколько реальностей одновременно и вопрос только в том, какую реальность на сегодняшний момент мы выбираем. Если мы работаем в аспекте потенциального подхода, то мы получаем некую свободу или некоторое творчество выбирать тот параллельный мир или выбирать тот процесс, который для нас является наиболее актуальным и наиболее целительным и который больше соответствует нашему сновидению. И следующий это третий такой глубинный это сущностный уровень, это мир недвойственности, это мир дао, это основа всего, это некая такая системообразующая среда, откуда проявляются все остальные реальности. И вот процессуальный терапевт может работать, есть специальные техники по работе с этими тремя уровнями реальности, как мы проживаем процесс на одном слое, на другом слое, в одной реальности, в другой и как мы и как одновременно отслеживать, где сейчас проходит процесс клиента или где сейчас проходит некий такой мировой процесс, на каком уровне он сейчас более активный и на каком слое, на каком уровне он больше осознается. Вот. Ну, это вот так коротко, вот то, что я сейчас рассказываю, это так на самом деле про уровни реальности можно рассказывать достаточно много, они такие насыщенные, но они так являются, ну, это та карта, куда можно положить остальные моменты. И когда мы работаем с ночными сновидениями, то они для нас больше проявляются на уровне или на слое сновидческой реальности. И когда мы получаем там информацию или встречаемся с некими сновидениями, которые у нас получают, вот, те сны, которые нам снятся ночью и которые представляют нам собой некие такие картины, таких текущих творческих переживаний, которые происходят в любой другой момент в нашем теле или в наших чувствах или во взаимоотношениях. И вот эти сны, они проживаются нами как нечто полное и то, во что мы погружаемся. и когда вот мы работаем в других, например, методах, то когда мы работаем со сновидением, то решающую роль обычно в сновидениях, если мы начинаем работать с ночным сновидением, то мы играем такую решающую роль, являясь неким таким центром своих сновидений, то есть ключевое значение имеет сам сновидец и сновидение, а вот в процессуальном подходе, я уже про это говорила и продолжаю про это говорить, центральное место занимает само сновидение с большой буквы, а не сновидится его сон, то есть точка зрения сновидения является одновременно и психологической, и духовной, и когда мы работаем со сновидением, то наша задача это получить через сновидение доступ вот к некоему такому большому сновидению, которое присутствует и которое проявляется в любой фигуре, в любой форме, и с точки зрения сновидения центральное место принадлежит уму создателя сновидения, если мы говорим о прежнем методе, то если вы не видели сон, то чего-то недоставало, а в новом методе, в профессиональном подходе вы всегда сновидите вот и днем, и ночью, и не только ночные сновидения для нас являются актуальны, и если мы говорим о работе со сном, сон, который нам снится ночью, то можно говорить, я сейчас говорю и понимаю, что я сама сейчас нахожусь в некоем сновидении, где фигуры спутаны, что куда-то бежишь, потом появляется эта опять фигура, потом эта фигура опять теряется, потом появляется что-то новое, и ловлю себя на той мысли, что я попала в сновидение и ушла от консенсусной реальности, и такая спутанность, непоследовательность, ну, как в сновидении, вдруг фигуры какие-то возвращаются, потом новые, потом еще, потом какие-то темы начинают зацикливаться, повторяться, и когда я вижу сновидение ночное, то вот все те фигуры, которые мне снятся в этом сновидении, это все я, то есть другой, любой другой персонаж, любой другой предмет, который мне снится в сновидении, это все проявление некоего сновидения, через проживая другого какого-то персонажа, или можно погрузиться в сновидение, я недавно работала в личной терапии с клиенткой, и мы как раз работали с темой его, ее сновидения, и в какой-то момент мы стали перебирать те фигуры сновидения, которые присутствуют в ее сне, и там были разные фигуры, там была бабушка, там был кот, то есть там было что-то такое очень удивительно уютное, и перебирая это, все равно в пространстве этого сновидения за окном присутствовал, там была темнота, и присутствовал некий такой страх, и мы перебирали все фигуры, которые были в сновидении, это было и окно, и бабушка, и кот, и в какой-то момент я попросила ее подумать о том, какие еще, что еще есть в этом сновидении, что она видит, чтобы она смогла обозначить, и она неожиданно сказала о том, что я вижу картину, которая висит на стене, и что оказывается это картина с подсолнухами, с подсолнухами, вот та тревожность, которая присутствовала вот в этом сновидении, вот в этой темноте за окном, вот эта тревога и страх, которая была, и вдруг вот эта картина с подсолнухами, которую она не видела, потому что она дома как-то думала про это сновидение, и вдруг вот это ну выйдя вот на эту картину с подсолнухами, она сказала так это же солнышко, и если это солнышко сможет посветить вот в это темное окно, то и там появится солнышко. Такой ресурс прекрасный, да, 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 и это к тому, что вот все, что присутствует в нашем сновидении, в ночном, мы все это берем, это может быть даже может быть какая-то маленькая пылинка или какой-то там солнечный лучик или что-то такое иногда может быть что-то пугающее на, ну, на что бы мы не обратили внимание, потому что она больше акцентировалась на свой контакт в этом сновидении с бабушкой, и тогда она сказала, что и вообще моя бабушка как солнышко, потому что ее пироги всегда были солнечные, бабушка у меня уже ушла, и вот когда она вспоминала, то вот это ну, тревога и вот ее грусть по поводу ухода бабушкой, и она озарилась вот этой картиной с подсолнухом, после этого она сказала, что я обязательно сейчас себе куплю картину с подсолнухами, повешу, и вот ну, это такое очень стало ресурсное для нее состояние, вот, поэтому здесь можно говорить о том, что на тенденцию к сновидению, на саму с большой буквы вот это сновидение, мы не вышли, но вот тот эпизод, который я сейчас привела, это о том, что все все фигуры, все персонажи, которые мы видим в нашем ночном сновидении, они все для нас важны, и мы можем их, ну, мы можем их доставать, вот, и дальше, ну, я буду, наверное, дальше про этот эпизод работы рассказывать, и дальше у меня есть метафорические карты, я иногда ими пользуюсь, такая замечательная колода, которая включает в себя множество карт, такая вот большая, толстая, и я попросила ее доставать по карте и на каждый персонаж, и, да, вот то, что там бабушка, кот, окно и подсолнухи, вот, которые проявились, когда они появились, и вот она достает метафорическую карту, кладет на бабушку, и там появляется карта метафорическая, она такая, грусть и такая стертая, как будто бы это как некий такой туман, и она смотрит на эту карту и говорит, ну да, бабушка ушла, ее уже нет здесь, и это, ну как моя грусть по бабушке, потом она достает другую карту, кладет на темное окно, и там там был персонаж мужчина темный, и она когда положила эту карту, и она сказала, что у нее есть там, ну, некий страх вот темного, да, темного темного подъезда, потому что, ну, когда-то ее там напугал мужчина, и вот удивительно, да, что вот как совпадали карты, и когда она положила подсолнух, то там появилась карта с морем, и как будто над морем стоит девушка, широко раскинув руки, ну, кажется, абсолютно, подсолнух и море, но она сказала, что вот подсолнух это, ну, связала для себя, да, подсолнух это как море, которое насыщено, которое, ну, свободное, которое раскрытое, и для меня сейчас вот этот подсолнух, он такой вот открытый, вот я сейчас немножко с вами поделилась, как можно работать со сновидениями просто на персонажа сновидения класть метафорические карты, когда-то мне пришла такая идея в голову, да, она удивительно работает, вот, когда ты раскрываешь вот эти сновидения, вот, я привела пример, я могу про это еще долго рассказывать, еще есть тема dream body, это целый, ну, как сновидение проявляется, сновидение с большой буквы наших хронических симптомов через наши детские сны, там же сны, они имеют разные этапы, есть детские хронические сны, есть идея, что те сновидения, которые когда-то нам приснились в детстве, мы их помним, это могут быть или такие самые ранние воспоминания, то это тот миф, который идет с нами всю жизнь и который в дальнейшем проявляется в наших хронических симптомах, и это такая тоже интересная огромная тема, с которой также можно работать и с которой также можно встречаться. Очень интересно, у нас остается немножко времени буквально, несколько минут, есть ли что-то еще самое важное, что вы хотели бы рассказать нашим слушателям, слушатели посылают нам смайлики, сердечки, вопросов не задают конкретно, дорогие слушатели, у вас последние шансы до окончания эфира, хотя, конечно, сердечки и смайлики, это тоже очень приятно, спасибо за поддержку, что-то еще может быть обновить Легнила, да, от нас тоже запретить, да, вот так я хочу сказать, что те, кто работает со сновидениями, я уже книгу порекомендовала, ученик-создатель лесновидения Арнольд Минделл, она есть в электронном виде, ее можно скачать, она на русском языке, она есть в свободном доступе, ее в свое время издал Владимир Майков и предоставил для широкого пользования, поэтому читайте, вы там для себя многое откроете, это такой новый взгляд, я уже обозначила, новый взгляд по работе со сновидениями и те, кто интересуется вообще просто для себя саморазвитием, они там для себя много подчеркнут, а психологи, психотерапевты, они возьмут много интересного для себя, для своей практической работы, это расширяет способ, метод работы вообще со сновидениями, вы можете посмотреть на это с абсолютно с другой стороны, с которой вы еще никогда не смотрели и как вы еще никогда не работали, то есть это просто может дополнить ваш арсенал, вот, и если вообще говорить дальше о сновидении, то то сновидение, которое мы проживаем ночью, то за этим стоит огромная сила, которая проявляется через нас, и австралийские аборигены, они говорят, у них есть такая поговорка, они говорят, ты можешь убить кенгуру, но не можешь убить его сущность, сновидение кенгуру, и вот встреча вот с таким сущностным сновидением, через ночные сновидения, это очень интересный такой глубинный способ работы со сновидением, но также то, что вот я обозначила в начале, да, это то, что одновременно работая со сновидением, мы можем понимать, сновидения должны нам помогать проживать себя и с точки зрения наших повседневных я, вот то, что мне сейчас необходимо, то, что мне сейчас необходимо конкретно для меня, как вот с некой такой глубинной сущности себя, и каких-то обычных таких бытовых реальных моментов жизни, вот коротко, это очень коротко. Спасибо большое, очень интересно, вот дорогие зрители, слушатели, ну, если вы будете смотреть в записи, то тоже можно оставить комментарии, мы потом с Людмилой тоже с интересом посмотрим, да, и Людмиле вот вопросы, комментарии, да, какие-то отклики передам, от вас приветствуются обратная связь. Итак, для вас сегодня рассказывала о сновидениях, о процессуальном подходе в работе с сновидениями Людмила Сербина, процессуальный терапевт, преподаватель в разных институтах, тренер, супервизор, кем разных организаций, там, российских, нужно, народных можно очень много говорить, но главное прекрасный специалист. Благодарю, до новых встреч. Спасибо, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok